Орайд, иди в другую комнату, давай. Топай. Тори, камон. Ты же не собирается сделать что-то плохое, чтобы потом сожалеть об этом. Единственное, о чем я сожалею, то, что тебя не пристрелило тогда. Да хорош тебе, я ничего плохого не делал. Слушай, ты что за тело совсем, что ли, блин? Ты же усугубляешь свою ситуацию. Заткнись, садись, заткнись, блядь, садись. Прямо сейчас. Возьми лист бумаги и ручку. Быстро, что я тебе говорю, делай, хорошо. Хорошо, теперь точно пиши слово в слово, что я тебе буду говорить. Итак, напиши, что ты солгал о романе с Викторией Кеффелл, то есть со мной. Быстро. А также пиши, что пытался похитить ребенка Джулии Уайнрайт. И Виктория Кеффелл тебя подстрелила в целях самообороны. Ты сошла из своего ума совсем, что ли? Я не собираюсь этого писать, ты совсем, что ли? Ну тогда думай. Или я тебя тут пристрелю, или ты будешь писать. Хорошо, я тебе скажу. Я Си-Си Кеффелла, дочь. Я знал, я знал, что это причина твоего возвращения была. А что я такого плохого сделала, да? И как ты узнал это? От моей матери. От самой Памелы. Я думал, что это просто злая шутка, когда впервые прочитала это. Потому что моя мать, которая меня воспитывала, 20 лет назад откинулась. Я реально думал, что это какая-то шутка злая. Но это не шутка. Это реальность. Памела это написала, когда откидывалась уже. Почему ты не сказал мне об этом, батя? Почему ты лгал мне все эти годы? Я просто хотела сказать тебе, что снаружи приехала машина. Там Кейн приехал. Ну вот, приехала машина, да. Полагаю, это означает, что твой друг с гор прибыл. Пожалуйста, не начинай, батя. Ну слушай, как ты позволила ему вообще так далеко зайти? Кейн? Я рада, что ты согласился приехать. Я знаю, тебе понравится здесь. Ну как там, вы с Джонни поживаете? Да, классно, играем тут, делаем дела всякие. Да, классно все это. Ты, кстати, выглядишь уставшим немного. А, это. Да. Ну это не важно. Я сейчас как бы вообще классно себя чувствую. Ну, мне нравится, что ты сейчас счастливым стал, наконец-таки. Вот другой человек совсем. Ну, наверное, пойду, наверное, я уже. Да, Джейн? Я думал о том, что ты сказала вчера. Что тебе пришлось заплатить высокую цену, чтобы, как бы... Да ладно, забудь об этом. Да хватит тебе. Я здесь и сейчас хочу узнать, что там Кит Тиммонс заставил тебя сделать. У тебя, кстати, серьги его остались. Да ладно. Кейта, была информация по поводу Джонни. Я знаю, что ты получил ее не просто так. Мне надо знать, что он заставил тебя сделать, чтобы ты получил информацию по Джонни. Знаешь, мы тратим время на это дело, понимаешь? Ты зря затеял все это, Кейт Тиммонс. Слушай, и что такого ты знаешь, что мне говорить вот это? Ты же... Все понятно, Кейт, что все эти обстоятельства, связанные с судом, являются просто недоразумением. Слушай, ну ты даешь, баба, ёпта. Твой клиент пытался подстрелить человека, и ты это называешь недоразумением. Ты совсем, что ли, какую-то ерунду несешь? Ты же знаешь, Кейт, в чем дело. Ну ты пришла сюда, чтобы уговорить меня, чтобы я отказался от дела? Я, что ли? Да нет, я просто поговорить с тобой пришла сюда. Ты выглядишь, кстати, такой неплохой бабой, но на самом деле тебе пора выходить отсюда, я думаю. Слушай, я бы предпочла нахрен... Тебя нахрен наказать за то, что ты херню делаешь, а как же наказать? Слушай, я знаю, что с твоей сестрой произошло, я знаю, что у тебя есть месть по отношению к Виктории по поводу этого. Дай-ка я тебе дам один совет. Ты или кто-либо еще не упоминайте мою сестру в ходе судебного процесса, иначе я вам такую устрою. Окей? Окей. Хорошо. Я не буду упоминать об этом. Но я хочу, чтобы ты мне сказал, какого хрена ты... Слушай, во-первых, я дело делаю. Ладно, это неправда. Это полностью неправда. Что ты говоришь сейчас? Она актриса, понимаешь? Она просто играет свою роль. Великолепно. И ты на это повелась. Слушай, ты проиграешь это дело, Кейт. И тогда ты будешь сожалеть, что вообще взялся за это. Слушай, я думаю, я нормально дело проведу, а вот тебе надо подумать, что ты скажешь Кэффелам, если ты вдруг проиграешь это дело. Слушай, ты не волнуйся, она мое клиент, и я защищаю ее вне зависимости о том, что Кэффелы думают. Да. Знаешь, что у вас обоих общее есть со своим клиентом? О, как же, ты заинтригован, да? Я верю, что она не виновата, и я защищу ее. Ну, я посмотрю, как ты это будешь сделать. Я имею ввиду, что, как бы, скоро судебный процесс будет, и... Окей. Покажи, что он начерикал там. Быстро давай покажи, что он начерканил там. Виктория Кэффел и я были любовниками, и она, на самом деле, трахалась со мной. Что ты, Пол? Я с тобой в игры не играю, блин. Ты что, с ума сошла? Я не буду писать это. Слушай, я тебе говорю, ты совсем охренел, пиши. Слушай, да ты просто жалкая. Ты не понимаешь? Я могу записать слово в слово то, что ты мне диктуешь, но это не будет принято в суде. Знаешь, почему? Потому что это сделано под давлением. Ты пистолет на меня наставила. И это признание под принуждением не является законом. Да мне похрен, что ты думаешь. Просто напиши, что я тебе говорю. Или я отвечаю, я тебе замочу. Ну, давай. Подстрели меня. Я никогда тебе не говорил, что ты дочь Сиси Кэффела. Потому что думал, что это не имеет такого большого значения. Не отрицаешь, что это человек мой отец? Биологически, да. Но во всех остальных смыслах, ты мой ребенок. Я вырастил тебя, и мои чувства никогда не были изменчивы. Был ли когда-нибудь один месяц? Был ли один момент в твоей жизни, когда ты почувствовал, что я не твой отец? Был ли такой момент, чтобы ты чувствовала себя как-то оторгнутой или неприятно? Нет. И все эти ночи, когда я приходил домой с лаборатории, мы с тобой часами говорили о тысячах и тысячах вещей. И ты сказала, что ты хотела работать со мной, и ты действительно хотела стать ученым? Элена, я хотел это так сильно. Я знаю, что ты это хотел. Слушай, пока ты вот это не прочитала, все же было нормально, но... Элена, я пытался, я пытался действительно строить нашу жизнь такую классную. Да хватит. Понимаешь, ты должен понять, как я себя чувствую. Это письмо просто изменило и поменяло мое мышление. Ты понимаешь, Сиси кинул мою мать, когда она была беременна. Он выгнал ее. И потом ей пиздец настал. Из-за него это он виноват. Слушай, лучше было бы, чтобы ты не узнал об этом вообще. Слушай, я узнал о этом, и, понимаешь, он мог изменить ситуацию, но он это не сделал. Понимаешь, что он сделал с моей матерью? Ты, слушай, да хватит, может не так все плохо, что ты тут говоришь? Да, он такой не себе не очень человек хороший, но все-таки, на самом деле он тот еще проходимец. Все эти годы, когда я любил вас с матерью, я никогда не осознавал эту ненависть, насколько она сильная у вас обоих, и теперь я эту ненависть в тебе вижу. Тебе. И это пугает меня. Теперь отпусти, Елена. Забудь о Сиси. Забудь о Кэффелах. Плиз, отпусти это. Или случится непоправимое, о чем ты пожалеешь. Не, не говори мне об этом. Сиси Кэффел тот еще долбоеб нах... О, вот именно, я знаю. Я знаю, что ты можешь, Елена, я знаю, что ты можешь, ты не причинишь никому боль. Ты думаешь, что я не смогу причинить боль кому-то? Елена. Я так сильно тебя люблю. Очень сильно, и меня беспокоит ситуация сейчас. Не надо, чтобы пострадал кто-то из детей Кэффелов. Ты знаешь, что мне придется сделать, чтобы это предотвратить. Кейн, я знаю, что ты встречался с Крузом. А вот это моя мать София Кэффел. Миссис Кэффел. Хелло, Кейн. А это мой батя Сиси Кэффел. Мистер Кэффел. Ну, может, вы тут свои апартаменты посмотрите? Ну, да, иди, Кейн. Молодец, Кейн, что пришел. Я хочу знать, почему ты ведешь себя так? Потому что меня бесит присутствие этого мужика в моем доме. Это идет вразрез со всем, что я знаю, что правильно. Мне он нужен, понимаешь? Почему ты не можешь принять это и все? Потому что я не понимаю это. И мне это не нравится. Я хотел бы знать, почему все так подозрительно относятся к Кейну? Ну, когда человек тебе как бы из отеля, точнее из Вольент Экспресс, похищает подулом пистолета, это вызывает подозрение. Трудно как бы не подозревать его в чем-то, понимаешь? Слушай, да хватит тебе, что ты тут разоладил? Он не причинит мне вред. И это должно объяснить, почему он держал тебя в тех горах пять месяцев, пока мы все думали, что тебе настал Кердык? Я слишком устал, чтобы говорить об этом. А я хочу тебе напомнить, что я с ним вместе в той хижине встретился. Он мне лгал. Он намеренно разлучил нас с тобой. И если бы ты нашла какой-нибудь способ оправдать это в своем уме, я бы хотел услышать. Я не собираюсь оправдываться тут перед вами. Знаешь, мне не очень все это нравится, понимаешь, что какой-то парень между тобой и мной встал. И сила нашей любви как бы исчезла. Я думаю, что я заслужил узнать причину настоящую. Извини, что тебе пришлось, приходится вот так волноваться сейчас. Расскажи, что произошло в той хижине. Я сказала тебе все. Он вылечил меня, и он помог мне снова ходить. И поэтому ты ему благодарна, это понятно. Но это не объясняет одержимость им твою. Что? Как ты смеешь? Ты влюблена в него. Да. Так что ты ждешь, Тори? Стреляй в меня. Слушай, я тебя предупреждаю. Ага. Слушай, я тебе говорю, почему бы тебе здесь не оставить все это и не разыгрывать спектакль и... Я тебе отвечаю, я тебя представляю. Ой, как я испуган. Слушай, не играй со мной игры. Ты должен понять, что я могу это сделать. Да хватит тебе тут разыгрывать передо мной театр. Я знаю тебя. Да заткнись, просто заткнись. О, я думаю, правда тебя так раздражает, да? Правда в том, что независимо от того, сколько у Кеффелов денег, они не могут тебя от этого суда как бы отмазать. Да заткнись. Что заткнись? Что, ты этим хотела мне что-то навредить, да? Я знал о том, что этот фейковый пистолет, как только ты пришла, мисс Лэйн. И у тебя теперь настоящие неприятности, потому что ты незаконно вошла в мою комнату, а затем ты пыталась мне угрожать и запугивать меня. Я могу легко интерпретировать это как оружие, вот этот пистолет фейковый. Слушай, я просто хотел, чтобы ты правду сказал. Правду? Правда, больше не актуально. Я думал, ты это понимаешь. О чём ты говоришь? Да хватит тебе, блин, мисс Лэйн. Дэдди, ты знаешь, на самом деле я никогда не могла ничего плохого сделать этим Кеффелом. Я хотел бы в это верить. Но есть кое-какие тут вопросы, на самом деле. Например, вот этот инцидент с Иден, когда Кейн её нашёл в горах. Тут что-то не так, я не могу это проигнорировать. Я ожидал, что ты поверишь мне, тому, что я тебе говорю. Я впервые, когда узнала, что Сиси мой отец, я была зла на него, это было, да. И когда я впервые приехала в город, единственное, о чём я могла думать, это как поквитаться с ним. Я хотел бы изменить это, Елена. Но теперь мне лучше, я в порядке. И когда, хоть я впервые приехала в город, и Сиси была зла на него, но потом я поняла, что на самом деле это не имеет значения сейчас. И я должна о своей жизни подумать и забить хрен на него. Но, с другой стороны, понимаешь, хоть он и сделал плохо моей матери, но всё-таки я должна о своей жизни, как я тебе говорю, подумать и... А как ты его кинул с этой сывороткой, вот это классно было. И на самом деле мне это очень понравилось, как ты кинул его с сывороткой. Елена, про это забудем давай. И всё-таки к тебе ещё ярость есть, я это вижу. Да хватит тебе, не, это просто отражение, не думай, что во мне много ярости. Нет, Елена, Елена, я знаю тебя, я всю жизнь тебя знаю, я знаю, что ты чувствуешь. Нет. Ну, слушай, ну хватит тебе. Елена, я знаю, ты можешь контролировать свой гнев, да? Ну, да, могу это делать, а что... Ну, что ты думаешь, что я не могу свой гнев контролировать? Елена, этот гнев, на самом деле, он сильнее, чем ты думаешь, и ты должна... Ты должна больше усилий приложить, чтобы контролировать его. Я начинаю понимать, что ты говоришь. Ну, знаешь, что нет во мне гнева сейчас так много, как ты думаешь. Ты прав, батя, я действительно должна ещё сильнее контролировать его. Ну, на самом деле. И не придаваться этому гневу. Я думаю, может быть, нам стоит обратиться к психиатру? Я думаю, это правильно. И я очень рад слышать, что ты это говоришь. Я просто, как бы, знаешь, я хотел это сделать, но... Всё-таки не хотела никому обращаться, но думаю, что это необходимо. Вот именно необходимо. У меня есть друг, который прямо здесь, в Санта-Барбаре, и поможет нам. Айлан Глаз его зовут. Я должна ему позвонить, этому Глазу, доктору, и узнать, что да, когда... Нет, не волнуйся, он тебя примет немедленно, Елена. Он мой друг, и... Я просто не хочу, чтобы твоя ненависть к Си-Си доминировала в твоей жизни. Вот и всё. Ну, сори, Дэдди, сори. Я имею в виду... Ну, когда ты сказал... Ну, в общем, ты... Да-да, я знаю, не говори, не говори дальше. Ты мой отец. И никто не сможет это изменить. И никто не займёт твоё место. I love you so much. I love you too, Дэдди. И никто это не изменит. Ты действительно думаешь, что я трахалась с Кейном? Я задал тебе вопрос. Ты влюблена в него? У меня есть к нему чувства, он спас мне жизнь. Ты так и не ответила мне. И я не собираюсь что-то отвечать тебе. Слушай, а чё нет-то, Иден? Слушай, я тебе просто вопрос задал обычный. Что бы ни случилось с той хижиной, это всё в прошлом, пойми. И это не повлияет на наше будущее. У нас нет будущего. Я не собираюсь это выслушивать. Я сказал тебе, что мне похрен на то, что ты говоришь. Ты единственная баба, которую я когда-либо люблю и буду любить. Я знаю, что нам надо с тобой вместе опять-таки объединиться, и несмотря на ситуацию вокруг, и я уверен, что у нас получится с тобой всё. И я хочу сделать так, чтобы мы опять вместе с тобой были и тусовались по полной программе, и вне зависимости от обстоятельств. Я не знаю, что ещё тебе сказать. I'm sorry, что ты не понимаешь. Я просто хочу побыть одна. I'm sorry, что тут наговорил тебе. Дорогуша, ты мне нужна. Так же, как я тебе нужен. Please. Please, just leave me alone. Джейн, я хочу знать, что произошло между тобой и Тиммонсом. Я не хочу тебе ничего говорить, это уже не имеет значения. Слушай, я... Джейн, я одержим был поисками своего сына. Это всё, о чём я мог думать. Но я как бы немножко позабыл о том, что... Слушай, не надо тут говорить сейчас. Послушай меня. У тебя что-то было там с Тиммонсом? Он что-то сделал... Я просто надеюсь, что... Слушай, я имею в виду, что Тиммонс... Да хватит, всё понятно и так. Пойми, он сказал, чтобы я переспала с ним за информацию, в обмен на информацию. Слушай, этот Кейн так быстро вышел, да нам надо охрану поставить рядом с ним. Это уже слишком будет, Сиси, хватит уже тебе. Ну... Слушай, я сделаю это. Я не собираюсь тут допускать, чтобы этот опасный тип... Слушай, да на самом деле нормальный чувак, он, я это сразу поняла. Да, не-не-не, он приставил пистолет к Идену, и я не... Да хватит тебе уже, ну... Давай просто попробуем вспомнить, что он однажды помог Иден. Он восстановил её. Слушай, да хватит тебе, ну... Сиси, ну пойми же, что на самом деле всё хорошо будет. Да-да, хорошо, хорошо, да. Мистер Кэффл, ваш охранник прибыл? О, привет, брат. Тут, короче, тема такая. У нас тут один мужик живёт, ты за ним следи, он опасен может оказаться, блин, да? Сделай всё как надо, братан. Нет. Я протестую против этого, то, что ты хочешь сделать. Си, Крузи, нет. Слушай, я тут встречалась с этим прокурором нашим, да? И он, короче, не собирается обвинение снять. Да, это понятно. Но самое странное, мне кажется, что он хочет реально засудить её и понимает, что она не виновата. Вот в чём дело. И мы должны что-то предпринять в связи с этим, как бы. И, похоже, я пришла в неудачное время. А, сори, Жулия. Я ожидала тут Перла встретить. Думал, что он тут будет, а он тут не находится. Ну, что произошло? Да, она не хочет со мной встречаться. Почему? Ну, я не знаю. Я думаю, я ещё не окончательно убедил её. Ну, слушай, да хватит. Она, понимаешь, тут что-то не так, блин. Я хочу выяснить, но она не хочет со мной разговаривать, но... Ну, я понимаю. Я не думала, что так всё серьёзно. Да вот именно, но... Ну, Круз. Да нет, ничего в мире, чтобы заставило меня по-другому относиться к Игдену. Ну, понимаешь, мне всё равно, что с ней было. Слушай, она это не понимает. Ну, вот именно она отталкивает меня. Возможно, она не готова ещё принять твою помощь. Но она говорит, что всё кончено, ну... Но она не имеет это в виду. Знаешь, она, Жулия, странно как-то ведёт себя тут в горах пять месяцев с мужиком провела этим. Мужик с пистолетом в Восточном экспрессе? Да, да. Так зачем ей что-то... Зачем она пригласила его? Ну, не знаю, она говорит, что он может помочь ей, как бы... Ну, знаешь, мне всё равно. Я не против, как бы, пусть... Ну, мне бы какую-нибудь новость от неё узнать по-реальному, ну... Слушай, ты знаешь, что она тебя любит по-прежнему? Она... Через невероятные испытания прошла. Она... Вот так это... И я знаю, что это трудно... Для тебя принять. Но она решила, что ей нужно время побыть одной, понимаешь? И ты должен это уважать. Джулия. Я думаю, что ей пиздец настал, понимаешь? Я думал, что я потерял её. Теперь она появляется снова, и я должен... Вдруг исчезнуть из её жизни? О, сори, я так делать не собираюсь. Ты что натворил, долбоёб поганой, блин? Слушай, ты действительно думаешь, что можешь как-то повлиять на меня? Слушай сюда. Да ты долбоёб. Слушай сюда, что я тебе скажу, блин. Что ты натворил с Джейн? Слушай. Я ей дал информацию, да. Я имею в виду, что... Ну... Она как бы эту информацию... Как бы воспользовалась, и... Я ей просто информацию дала. И что произошло с вами? Покажи этот файл, блядь. Слушай, я не думаю, что это надо делать. Ну, у меня есть кое-что, чтобы тебе показать. Когда ты это посмотришь, ты... Уйдёшь отсюда, понял? Это файл. Разве ты не имеешь... Как бы ты что, не понимаешь это, что... Ты считать не умеешь? Смотри, дай сюда. Это дата. Тут помечено, подписано всё. Это наводка, которую мы получили по поводу Джонни, и как бы... И Джейн, как бы... Вот, я ей просто передал эту информацию, и... И она как бы... Ну, так же я ей предложил, как бы, и потрахаться, и она, в принципе, не впрочь была. Это по взаимному согласию было. Неужели? Ты думаешь, что я тебе поверю тому, что ты говоришь? Ну, а что ты не веришь-то мне? Я тебе говорю, что у нас всё было по взаимному согласию. Ты что, совсем, что ли, блин? Тут скауты себя строишь, что ли, блин? Почему бы тебе не выйти из моего кабинета? Ну, хорошо. Стоп, стоп. Я сделал это, да. Потому что ты врёшь, падла. Ты с Джейн, блин, не по взаимному согласию потрахался. Я тебя за это по ебалу ударил. Эй, что случилось с тобой? Да, тут один долбоёб ударил меня по ебальнику. Слушай, братан, ну сильно он тебя ударил? Хе-хе-хе-хе-хе. Знаешь, эээ... Да. Сильно он меня ударил, конечно, блин. Слушай, братан, у меня для тебя новости. Наше дело продвигается. Джулия, это был не настоящий пистолет. Да, неужели? Слушай, Виктория, ты пыталась заставить его признаться? Да, да, пыталась. Да, классно. Ты ещё себе хуже сделала теперь. Ну, слушай, ну... Надо было магнитофон принести. Да ладно тебе, это всё равно бы не помогло, понимаешь? Ты знаешь, что ты натворила вообще? Как нелепо всё это было? Как ты могла вообще это сделать? Ты совсем что ли, блин? Ты всё испортить можешь, ну... Я тебе сказала, быть терпеливой. А ты что, натворила совсем? Да-да, натворила, но что поделать теперь? Ну, сделано то, сделано. Пойми же, я не собираюсь просто так сдаваться. Ты должна быть рада, что я здесь прямо не пристрелила его по реальности. Почему ты делаешь вот это всё? Ну, почему ты не доверяешь мне, в конце концов? Мы с тобой вместе же проводим, как бы, над этим делом время, и ты вдруг делаешь всё по-своему, и как не надо, и усугубляешь ситуацию. Ну, тут... Хеллоу. Да, она здесь. Я понимаю. Хорошо. Кто это был? Кейт, он хочет, чтобы мы немедленно к нему в кабинет пришли. Ну, вот, понятно. Он говорит, что должен обсудить что-то очень важное. Он сказал, что Пол вместе с ним сейчас. Просто держись от меня подальше. Я здесь не заключённый, чё докопался до меня? Слушай, дай мне отдохнуть. Слушай, что произошло? Да вот этот долбоёб преследует меня везде, где бы я не был, блин, где бы я не прошёл. Слушай, вы не могли бы просто оставить тут... Мистер Кэппелл сказал мне вместе с ним оставаться. Послушайте, я знаю, что вы делаете свою работу, но всё-таки нам надо побыть вместе с этим человеком. Слушайте, я вам и говорю, надо бы быть наедине мне с ним. Понимаешь? Вы уволены. Что происходит здесь? Ну, слушай, я тут как бы с Кейном хотел поговорить. Тут твой охранник. Что с Кейном хотел поговорить? Слушай, дай-ка я тебе кое-что объясню, юная леди. Это мой дом, и ты привела опасного человека в этот дом, и я хочу, чтобы моя семья была защищена. Слушай, батя, всё хорошо будет, не волнуйся. Нам не нужен охранник. Кейн вместе со мной, и я беру ответственность за него. Ты сказала, что этот долбоёб тебя загнал в угол, этот Тиммонс. И я понимаю, что это неправильно, что он сделал. Согласен с этим. И я думаю, что немного я виноват тоже в этом, но я чувствовать вину не собираюсь. Я ударил по ебалу этому Тиммонсу сегодня за то, что он херню натворил. А перед тобой сори, говорю. Ещё раз сори. Да не надо извиняться, ты правильно говоришь, что... Да-да, правильно говорю. Я надеюсь, что у нас наладится всё опять. Спасибо. Сегодня вечером свободно. Можем вместе фильм посмотреть какой-нибудь и смешную комедию какую-нибудь. Может быть, устроим там что-нибудь интересное. Да нет, кино в самый раз было бы, да. Слушай, я бы хотел помочь тебе, но я просто не помню ни хрена из того, что как бы я делал тогда в прошлом. И как бы вот такая тема. Ну почему? Ты вспомнишь, и я тебе помогу вспомнить. Ну понимаешь... Ты придаёшь этому слишком много значения. Я просто, понимаешь, я хоть бы хотел вспомнить, но не могу сейчас. Ну послушай, эти воспоминания для тебя вернутся к тебе. Да. Я должен продолжать свою жизнь. Я просто думаю, будет лучше, если нет. Ты не можешь расставить меня. Кейн, послушай, сори, что вот к тебе охранника приставили туда, но мой отец со временем начнёт доверять тебе, и всё будет хорошо. Но ты... Да, охранник, не охранник ли, твой отец это не важно. Понимаешь, есть другие вещи, но... Какие? Слушай, твоя жизнь в горах, там, ты ничего же не помнишь из этого... Да, не помню. Но я помню вещи до этого. Я помню некоторые другие вещи, там. Понимаешь, мне надо кое-каких людей найти. Я должен найти эту женщину. Которую любил. Не сули. Слушай, может, ей следует... Психиатрическую экспертизу пройти? Ну, может, какая-то одержимость? Как она может с ним вообще вместе быть? Слушай, я... Послушай, что же произошло с ней? Вы с ней говорили. Что она тебе сказала? Какую-нибудь информацию ты выудил у неё? Что за херня происходит? Слушай, Си, я понимаю... Слушай, что ты понимаешь? Говори мне. Я не могу принять то, что она с ним вместе сейчас в доме. Ладно, ладно. Ладно, братан, не волнуйся. Ну, знаешь, да, я понимаю, что ситуация такая щекотливая. Но, с другой стороны, может быть... Слушай, давай, знаешь, братан, я тебе хочу сказать. Вот у вас обоих же любовь есть суперская, да, и всё нормально же будет. Да, я вам верю, мистер Си, будет. Да что же происходит такое, ёпта? Какого хрена он тут... Послушайте, может быть, он ей реально может помочь? Ты действительно думаешь, что он ей может помочь? Ты совсем, что ли, с ума сошёл? Ты не думаешь, что он может ей навредить, наоборот? Нет, я думаю, что реально он может помочь Иден, и он один раз ей помог, и мне похрен. На то, что вы думаете о нём и так далее. Я сам о нём думаю нехорошие вещи, но, с другой стороны, он может ей помочь, поймите это. И это может реально, как бы, на неё повлиять. Ну, это... Ты действительно веришь, что он может ей помочь, опять-таки, да? Слушай, я вам повторяю, что я реально думаю, что он может ей помочь. И действительно, я люблю её. И я думаю, что для неё лучше будет, чтобы он был вместе с ней сейчас. Слушай, я вам ещё раз говорю, что я не отступлю от своих идей, и думаю, что действительно Кейн это человек, который может как-то её... Иден нашу... Помочь ей, короче. Ну, и ты так думаешь, да? Ну, а что мне делать тогда с этим всем, бля? Ну, и охранник ему приставил. Да не волнуйтесь об этом, я прослежу за этим Кейном, не волнуйтесь, да? Эй. Ты обещал мне, что никогда не разочаруешься, Выден. Слушай, я ж не разочаруюсь в ней. Ты чего, Сиси, совсем что ли? Ты о чём говоришь сейчас? Я же её люблю, как никого. Ну, вот это ты, брат реальный. I'm sorry, что прервала ваш разговор. Да не, не, всё нормально, мы уже тут завершили нашу беседу. Мистер Си? Я тут задержусь на немного. Я очень сожалею, что у вашей дочери трудные времена сейчас, мистер Кэпфол. Да? Конечно. Ну, я реально сочувствую ей, что она в такой ситуации сейчас. Слушай, ты не надо тут мне заговаривать, да? Я очень хорошо осведомлён о проблемах, которые ты создала, Крузу и Иден. Слушай, любые проблемы, которые вы думаете, что я создала, на самом деле я не создала. Знаешь, мне ты сразу не понравилась, как ты в этот город прибыла. Я подозревал, что ты за Крузом решила приударить. Неужели? Да? Понимаете, Иден всё время в горах был, а что я нахрен не могла с Крузом помутить? Да это не твоё дело. Слушайте, вы тут не стройте из себя супер-человека пушистого. Вы тот ещё тоже проходимец, на самом деле. И я думаю, что вы реально тот ещё проходимец, как я уже сказала до этого, блин. И я не собираюсь проблемы вашей дочери делать, понимаете? Знаешь, ты наглая женщина, мисс Норрис. Ты думаешь, что это привлекательно, да? Но я так не думаю. Я так не думаю. Да мне всё равно, что вы думаете, что вам нравится или нет во мне. А мне не всё равно. И у тебя такое ощущение, что ты что-то не то делаешь, баба. Думаешь, что хочешь, мне всё равно на это, понимаешь? Знаешь, ты та ещё, баба. Да делай, что хочешь. Я не испугана. Ты тот ещё проходимец, на самом деле, блин. Ммм, как ты заговорила, блин. Да, коварна ты, баба. Манипулятивная, чёрная вдова. Отпусти руку мою, лох. Ну что, тут такая тема у нас. Я надеюсь, что ты придёшь с себя, наконец-таки, и снимешь обвинения с моего клиента. О, нихрена себе, ты думаешь, что я сниму обвинения после того, что это твой клиент сделал с этим мистером Полом, да? Слушай, я была на эмоциях. Да, как же на эмоциях. Слушай, блин, ты контролируй это немного себе. Мой клиент ничего плохого не сделал, это главное. О, да, как же ничего плохого не сделал, блин. Ты что, совсем что ли, блин? Твой клиент чуть ли моего клиента тут не запугал. Виктория, пожалуйста, не надо говорить. Я сама. Слушай, ты должна понять, что твой адвокат тебе советует быть осторожнее, а ты не делаешь это. Слушайте, хватит уже вам тут ссориться, давай как-нибудь договоримся. Так вот. Суть в том, либо ты её будешь конкретно контролировать, или я нахрен посажу её в тюрьму. Вот что я тебе хочу сказать, поняла? Хорошо, поняла. Я сделаю всё необходимое, чтобы мы больше не делали таких вещей. Итак, хорошо, хорошо, да, молодец. Надеюсь, что теперь ты принесёшь извинения перед Полом за то, что ты сделал. Слушай, это уже слишком, Кейт. Я не думаю, что это очень необходимо сейчас делать. Как бы мы лучше уйдём отсюда, да? Мой клиент больше не повторит того, что она сделала, да? И что касается мистера Маршала, то мы приносим свои извинения перед ним, да? И больше не собираемся причинять ему какой-то вред. И на самом деле вы лживые долбоёбы. Эй, подожди, молодцы, молодцы, да, молодцы бабы, уходите отсюда. Эээ. Слушай, ты думаешь, мы действительно провернули дельце хорошее, братан? Да, хорошее. Слушай, а ты тоже тот ещё проходимец. Что? Ты прекращай детей воровать. Слушай, никаких детей я не ворую. Пошёл нахрен отсюда. Я просто не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы ты ушёл отсюда. Я в твоих глазах заметил что-то, когда упомянул про Сули. Да, Кейн, я знаю про неё. Ты рассказывал в хижине, когда мы были. Так ты знаешь что-то ещё, может быть, скажешь мне, что я не помню? Скажи мне. Ты не можешь это скрывать от меня. Я... Послушай, ты должна мне сказать. Ты же говоришь, что хочешь, чтобы я вспомнил. А она... Её больше нет. О чём ты говоришь? Она... Не выбралась из Сайгона. Ты говоришь... Ярдык настал? Да. Как? Как это произошло? Скажи мне. Ты был с ней на вертолёте, и толпа нахлынула и как бы разлучила вас. Я протянул руку. Она схватила меня за руку. Но я не смог её удержать. Не смог её... Но ты пытался спасти её. Да нет, я не смог её спасти. Давай. Так, а occur pictotheёemaker. Ты у endlesslyStar. Продолжение следует...